Так получилось, что в преддверии зимнего сезона в автостоп в очередь выстроились любители продавать автомобильные шины. А мы выбираем только тех, кого проверяли. И вот мы сегодня приехали сюда в два колеса, для того, чтобы посмотреть, что изменилось. Но дело в том, что руководством этой фирмы были предложены и осуществлены ряд новинок. О них поподробнее. Вообще, северное направление традиционно остается автомобилеориентированным. Но частые перетрубации и смены арендаторов вносят порядочную сумятицу. И здесь оплотом стабильности была и остается фирма «Два колеса». И для нас, друзей и клиентов, приятен постоянный прогресс и стабильное развитие специализированного шинного центра. Дело в том, что закон о телевизионной рекламе запрещает нам рассказывать о том, что ассортимент автомобильной резины в два колеса не уступает таким мостам, как шинный вес, допустим. Но здесь реализована и еще одна голубая мечта розового магнитогорского поросенка. Возможность приобрести автомобильные колеса на халяву. Не на халяву, в кредит, разумеется. И без переплаты, с рассрочкой на 5 месяцев. Но кроме всего прочего, вы, наверное, тоже смотрели, все так говорят, что вот у нас там гарантия на колеса, еще чего-то. Пожалуйста, здесь есть и гарантия на колеса, и шиномонтаж, и ответ хранения. Кстати, вот этого нет ни в одной монстроподобной фирме. И все равно, зная последние новинки, хотелось убедиться в сверсти товара и убедился. Все то, что круто пиарит, есть. И по вполне конкурентоспособной цене. Да, нет великих амбиций, расклейки баннеров по городу. Но в возможностях этой фирмы вести борьбу за покупателя на равных, с крупнейшими и сильнейшими. А учитывая узкую специализацию и профессионализм, обходить монстров на поворотах легко. Ну, казалось бы, все очень просто. Арендуй склад, пожалуйста, завези ассортимент резины, продавай. Но два колеса пошли чуть-чуть дальше. А точнее, гораздо дальше. И здесь не забыты, кстати, владельцы грузовой техники. Да, очень скоро снег ляжет на башкетские перевалы, и ваши КамАЗы или другие автомобили начнут буксовать на летней резине. Но выход все-таки есть. И он предложен фирмой «Два колеса». Приезжайте сюда, пожалуйста. Есть и рулящие, и толкающие резины. И причем, ну, скажем так, по более чем демократичной цене. Но кроме всего прочего, а этого нет нигде в городе, здесь осуществлен и грузовой шиномонтаж. В свое время у сильнейшей формульной команды «Феррари» были лучшие показатели на пидстопе. Без ложной тени сомнения берусь утверждать, команда «Двух колес» – это идентичная «Феррари» команда, но в Магнитогорске. Вот еще несколько показателей. Для вышеозвученной темы автомобильных кредитов буквально нет границ. И Агаповка, и Башкирия – все попадают в зону кредитования. И, кстати, этот пидстоп готов принимать болиды и командные трейлеры и утром, и вечером. Практически 12-часовой график работы. Это вам не хухры-мухры. А для тех, кто предпочитает наличным, деньги в электронно-карточном эквиваленте установлен терминал удаленного доступа. Так что все напитки в одном флаконе. Угощайтесь, господа! При создании сюжетов такого рода главное не уткнуться в рекламу. Тупую, противную и навязчивую. А найти проблему. Проблема, кстати, существует с шиномонтажками и с автомобильными салонами. Да, автомобильных салонов много. Практически все продают резину. Но нерасторопность персонала – вот главная проблема. В результате вас могут послать на день, на два, а на улице Говалет. Согласитесь, неприятно. Вы заплатили деньги, купили резину. И, казалось бы, и шиномонтаж бесплатный, и балансировка. Это, кстати, все здесь есть. Но для того, чтобы здесь не существовало проблем с очередностью, работают три стенда. И мы только что, буквально приехав на съемки, решили протестировать и переобули свой автомобиль. И время заняло ровно столько, сколько мы снимали этот сюжет.